В регионе подвели итоги предварительного голосования «Единой России» на выборах в Рязгордума. Всю процедуру на всех этапах осуществлял организационный комитет из 14 человек. Третий из них – представители общественных организаций. 20% – представители региональных СМИ. Как вы помните, 3 марта на заседании президиума регионального политического совета партии «Единой России» было принято решение о проведении предварительного голосования по первой модели. То есть голосовать могли не только члены партии, но и абсолютно все рязанцы. Тем самым мы подтвердили курс на максимально открытость, конкурентность и легитимность. Наиболее открытой модели всех возможных. Старт электронного предварительного голосования был дан 22 мая, и партийная процедура завершилась 28 мая. В течение 7 дней каждый желающий рязанец старше 18 лет и прописанный на территории областного центра мог проголосовать за своего кандидата на сайте pg.er.ru. Всего было подано 302 заявления. Больше половины – по одномандатным избирательным округам. Конкурс – больше 7 человек на место. Среди кандидатов – представители разных сфер деятельности – образования, культуры, органов власти, общественно-политических организаций, промышленности, здравоохранения, сельского хозяйства, бюджетники, студенты, предприниматели, пенсионеры. Самый возрастной участник предварительного голосования у нас 47-го года рождения. Средний возраст кандидатов – это, вот видите на программе, средний возраст 40 лет, если его высчитать. Больше всего кандидатов в возрастную категорию 41-го – 40 лет. Представители старшего поколения у нас 7%, молодежи – 30. Подавляющее большинство кандидатов имеет высшее образование. В числе кандидатов предварительного голосования много опытных политиков. Так, из действующих депутатов Рязанской городской думы в партийной процедуре приняли участие 24 человека. Среди лидеров во внутримуниципальной группе номер 18 – исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» города Рязани – участник СВО Алексей Трандушин. В электронном же предварительном голосовании приняли участие больше 30 тысяч рязанцев. Это более 8% избирателей. Для тех, кто проголосовать так не мог, были организованы дополнительные площадки. Окончательные результаты будут подведены на заседании Генерального совета партии уже 31 мая.